ребятки всем привет с вами александр джурасик world the game и у нас есть важная новость внимание супер гибрид встречайте в мире русского периода скоро появится новый супер гибрид и этот супер гибрид амфибия ребятки вот такой вот у нас вот так крокодильчик да ну понятное дело что это скорее всего будет гибрид саркозуха но он выглядит довольно необычно и очень похож на саркориксиса нам на гибрида который есть у нас в элайве и кстати вот прикольный день австралии хорошенький такой наборчик день австралии до набор существ из океане их прикольно так ну вот такой вот у нас будет гибрид давайте сейчас мы посмотрим вот так выглядит саркориксис в элайве и он маслом состоит из саркозуха и и не азуха ну там вообще короче непонятно из кого будет состоять это потому что у меня смотрите вот шипы это что-то должно быть шипастая как даже сложно в общем то придумать какое второе существо должно быть но первое тут выбор небольшой так может быть чем метриаринг да но скорее всего будут саркозух а вот насчет второго существа это это вообще короче какая-то теряясь даже в догадках кто может быть вторым существом давайте посмотрим на вот крокодильчиков который у нас есть это у нас вот такой вот саркозух да но у него видите такой жирный толстый пятачок есть а там полом такого так то не заметил чтобы настолько сильно выделялся вот этот вот носовая часть передняя да и ну и вот 2 вы есть хоть и вот и можно при желании приносуха особо притянуть у него тоже такая длина чех гриппозуха есть такой вот гибрид журасик ворды лайве он состоит из вот такого длинноносого гриппа там гриппозавр гриппозух да что то есть гибрид ну а это у нас типа оля гавиальчик да приносух есть такой ну из него конечно вряд ли будет гибрид ну вот еще метриарин вполне себе тоже подходит вот у него такие более мелкие зубы и это у нас в общем-то амфибия которая совсем-совсем водоплавающая фибида там двоюродный брат геозавр который нас вообще находится в водном парке открыл ротик давай сейчас еще глянем на кого же он похож ну ноты не видно такого сильного утолщения в носу и зубы в общем-то в целом ровные да кто его знает до хвоста не видно бог его знает можно за уши притянуть и при на духа при желании его загибридизировать так сказать да ну тут сильно широкая вот эта челюха вот относительно носа то есть основание черепа сильная да у сарка зухов такого нет не настолько широка у него челюха по сравнению с шириной носа да есть еще капразух мой любимый крокодильчик но он конечно сюда не ходит и так просто просто посмотреть на этого крокодильчика такого гонщик крокодильчик так оуэн оуэн тут на расшумелся тихо тихо так в общем собственно говоря ребятки комментарии сейчас приходится накладывать поверх видео потому что блин у меня точно расшатался usb порт звуковой карты я вот записывал и вот-вот кажется жопой чувствовал что ж были на микрофон наверное и пишется блин а перед началом записи не проверила у него так лампочка горит она вроде включена но что-то там короче порт плохо контачит и вот это вот глюк короче бывает такое это сейчас пытаясь найти на кого он все-таки кто может быть вторым гибридом вот мне так пришло в голову что это может быть кстати стеги молок да у нее тоже есть такие шипики и вот на носу есть даже даже шипик второе существо должно быть точно какие-то каким-то шипастым так но так вот сходу как бы и не придумаешь кто еще может быть вторым и кстати помните я говорил что будем сюда заходить и смотреть и тогда процератозавр ребятка нас туда боялся в наш нас здесь была пустая картинка и мы можем забрать себе награду да вот процератозавр я сразу не как-то не не вспомнил как его зовут ну да это нас тиранозавроид ранний да но опять же это 134 значок из 135 то есть какой еще бы значок непонятно ребятки и она в общем так видите нам ничего не дала это просто так на выбор если у кого-то там что какой-то из этих вариантов не получился то можно было выполнить получить эндоминуса по сбору монет в качестве альтернативы да я тут еще зашел в подводу посмотреть довольно много всяких плезиозавров плеозавров коту как у которых в принципе че челюха похоже на крокодила то есть довольно много леоплевродон там тот же самого вполне себе не пах похоже на на крокодильчиков так ну а у нас ребятки появился босс вулкан 19 конечно я хотел бы больше джаггернаута которого вы наверное не знали потому что джаггернаут был еще два года назад в общем то я ссылочку постараюсь ставить вверху всплывашку или там в описании комментариях вставлю видео на то видео где сравнивал джаггернаута вулкана так что не пропустите ребятки обязательно посмотрите а сейчас мы тут к в общем тоже выполним еще одну задачу которую я говорил давно что сделаю то есть не буду атаковать и сразу сильными существами а мы пойдем короче с какими-то слабыми существами и вот я решил все-таки пойти пойти травоядным кстати вот тут по поводу жизни плюс 2 2672 тут здесь короче глюквам после боя там будет вообще написано 216 че какая-то лабуда в общем то я тут выбрал майонгозавра гуань луни юта раптора они у нас там 30 ловла и специально не хотел брать 40 уровня динозавров потому что они там уже как все сильно имеет измененный внешний вид а я люблю более более природный и его я только вот заметил что вулкан то он вот это не сильный да у него удар 83 получается сейчас но жизнью очень много и что вот этими тремя динозами длина вряд ли его пробьют один удары нету большей части жизни моим газара но выглядит он почетно смотрите на этой арене с боссом как красиво блестит кожа и вроде так неплохо даже прорисована модель получается ну и вот в общем то нас тут добили так следующий давай гуань лун ты же тиранозавр атакует ну тут попытка хотя бы одного пробить полу ну это вряд ли то надо два раза по восемь про атаковать короче я чё-то не досмотрел что у него так много жизни и вот теперь блин ребят вот такая у меня плажа получилось с этой серии то есть я полчаса и записывал сейчас полчаса накладываю комментарий из-за того что у меня нету звуковой дорожки мне придется звуковую дорожку который сейчас записываю еж нужно придется еще видео рендерить то есть я потерял в три раза больше времени на это видео чем как бы тем должно было быть я думал записать как обычно то все одним дублем со смиксованной дорожкой все залил на youtube щеки все нормально так реально час времени лишнего полчаса и видео снимал еще час уйдет на переозвучку и рендер видоса короче геморрой себе создал на на 4 свой признак припаять я к этому и везде разъему чтобы она не расшатывалась короче надо перед каждым я и уже тоже так закрепил скотчем на столе чтобы она не двигалась но все равно короче чё-то она отходит в общем то цель не выполнил нужно ребятки еще больше пойти кем-то посражаться сортанем опять же будем сражаться хищниками надо не по атаке от по редкости сортануть и в обратном порядке да давайте посмотрим кто у нас там есть надо кого-то помощнее взять уже там что редких например каких-то ну тоже хочу а я хотел аллазавра хотел еще хочу аллазавр типа 30 левел а вот выйти этот глюк 200 плюс 219 это это типа сколько ему добавится здоровье или я не пойму что они сейчас написали то есть у него было 2 500 жизни а тут плюс 219 пишет что это значит это штука вы тоже сбила с толку так берем гиганатозавра 29 левела иритатора и еще у кого берем еще а вот аллыча и все-таки взял 20 на аллыча и и карнотаврика ребята взял так ну все погнали вот короче очень прикольно вот такие вот битвы с боссом да можно кстати постримить вот может быть субботу или воскресенье можно постримить джаггернаута здесь можно пострадаться вот и посмотреть вот смотрите как красиво в них долозавр на двадцатом уровне вообще божественная у него раскраска и модель хорошо нарисована такая вообще блеск этот мне нравится вот на арене способ динозавры хорошо выделить это мне пары а вот и 219 это было сколько мне у него осталось жизни на данный момент вот она чем михалыч это да ну короче в общем то ребятки пробили плану выполнили да ну теперь хотелось бы пробить конечно и следующего вот этого второго пробить ему там не ошибка много должны добавить в жизнь 200 300 жизнь добавится или 80 так ну и иритатор из карнику на не пробьют не хватит им баллов слабого ты но даже блюд и рита попробуем отсидеться верните джаггернаута в битву блин вулкан вообще не смотрится джаггернаут намного круче да ну чё пробуем немножко его пробить маловато конечно косарик всего лишь снял не пробьет карли на даже наверно если на 8 будет атаковать ну давай карнатор не вообще пробил вы всегда на семье прошло блин мало ударов мало ударов я и сейчас он болит я два поставил защиту он сейчас мне как на 4 протокуют а я два не выдерживают ну вот и случилось самое печальное будет надо было предоставить но ничего и картину значит раз такие дела короче надо тогда нам добить еще этого вулкана и пойдем сажаться нашими крокодильчиками метриаринга и пойдем сажаться сарказухи вот как только сейчас мы добьем этого добитого вулкана так на этот раз можно взять опять же можно и карника взять чтобы он все таки хоть про атаковал хоть как-то алыч у меня тут оказывается мне есть да мне два двадцатых есть надо создать 30 можно взять карника вот дизу и и тирана титана да да вот так в общем все добиваем второго вулкана и все идем сажаться новыми динозаврами но антиды так что чё-то не кажется карнатауру не судьба ему по атаковать по людски ну точнее пробить вулкана она походу при 165 да но смотрите какая рассказка прикольно серенький в полосах это я привык как-то к красному карнатавру как он выглядит она 40 уровень как его рисуют в фильмах мультфильмах постоянно кирпичного цвета ну вот он погиб смертью храбрых да ну а гиганатозавр вообще так как-то странно выглядит вот такая вот высокая тупон тупорылая морда в прямом смысле слова на высокая верхняя челюсть я его запомнил совсем не таким ближе к мне он как джуральской эволюшн такой более астроносный какой-то и как каким он был в бибисичном фильме про аргентинозавра там где гиганатозавра назвали самым крупным хищным динозавром когда-либо продевшим по земле вот там тоже был такой более астроносный да и в целом его таким рисуют а джуральского гейма какой-то какой-то странный так но тем не менее так он свое дело сделал и тиран титану тирану титан на 30-м уровне выглядит практически так же на 40 муром и чеши постой в общем-то его как-то прокачали сильно давай пробивай его так ну все в общем там на этом мы с вулканчиком заканчиваем и переходим но опять же надо постараться как-то постримить и можно по сражаться с вулканом по заказу так ну вот отлично так ну чем первым пойдет метреа ринг сейчас посмотрим какие у него показатели так 214 и 303 силу атаки чтобы его найти давайте сейчас почему не там за гибрид гибрид у него это метреа лонг с гуань луни хороший тоже вполне себе гибрид карна раптор правда повеселее но по соотношению цена-качество так здесь у меня битвы не осталось в общем-то я по проходил там были простецкие но в битву титана я хочу на этот раз мы сходим я не буду пропускать уже половину выполнили так что будет у нас битва титанов да ну что давайте тогда искать нашу антиби так вот у нас метреа ринг 30 40 и между ними нужно взять кого кого травоядного кого-то вы правильно 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 догадались так ну вот лабиринтозавра например неплохой кандидат но давайте посмотрим что еще есть я вот принципе пахи цифалозавра мог думал взять ночью он слабоват как бы там соточка атака маловато выпадает из нашей компании нас тут и циратопс тоже как бы не тянет и пахи цифал за уж 40 то уже слабоват надо взять кого-то с атакой за 200 и чет как-то тут рядом и никого не нахожу гибрида брат никакого не хочу так что в общем-то походу возвращаемся обратно и берем лабиринтозавра вот у него на 30 левеле он идеально вписывается в нашу команду так против нас 130 стою противник вдвое короче слабее нас по атаке то есть будет легкая прогулка так мегатери против мегатери вообще прикольно вот эти пвп арены за что можно такие какие-то нелепые комбинации противника взять да вот кто бы увидел мегатери ринг а против мегатери такой бой вообще полная фантазия и да у нашего паслиника только один мегатери на него есть птерозавра и для этого у меня есть лабиринтозавра то есть у нас все общество шикарно это для нас будет легкая прогулка он нас пробить не сможет так быстро ну давай кец и твой ход немножко отсижусь вот вызову лабиринтика два удара смотрите и это было идеально идеально как раз сквозь защиту и за один удар мы его пробиваем гигант пал так мегатери в общем то чё 138 пробьет на 6 на до пробил мангель ну а мы сейчас сидим тридцатым и сороковый съесть у нас насут от сыра кстати тоже вот давно суток цератопс я его тоже хотел взять и он классно выглядит насут от сыра то среди какая у него корона шикарная и общем возле он такой уж ужасный устрашающий цератопс цератопс короче так ну вот подменились я такой на смертельный кувыров крокодила давать как крокодилы вертится конечно обживать на не могут могут только проглотить целый кусок пищи чтобы его оторвать у них же нету рисов до нужно крутиться вот так вот и вот карнотаврик вот стоит у нас ничего толково нам не попало и время посажаться сарказуха смотрим какие у него показатели 573 на 405 вот так вот какой гибрид на сделаться крутозавр кулазух плюс сарказух получился крутозавр 573 на 405 запомнили пошли искать нашу амфибию так развелось то всякой мелочевки так вот сарказух 405 и ищем следы 40 так но теперь нужно взять травоядного так ну и возьмем давайте эйниазавра кстати да у нас саркориксис это на сарказух плюс и не зуха и не зуб делается из тени азавра и еще там кого-то так смотрим кто нам тут попадется 536 413 546 у нас против них попался намного сильнее чем мы и да и первому сарказуху точно хана в общем-то велика вероятность что мы тут сольемся но будем пытаться будем пытаться смотреть вот где один дар и большая часть жизни нет 536 против 524 печаль беда приходится тратить баллы на защиту лишнюю а лучше беденоши так волосы лишь на день так мы попытаемся мы скорее всего сейчас атакует внутри все но это хороший вариант вполне себе так двоих мы точно пробьем заберем с собой на тот свет так а и не азавр не плохо у него жизнь это 2 600 удар конечно слабоват пробили это хорошо но у нас еще есть два урти мушки урти на баф в принципе шансы есть ребята шансы есть вообще отлично у нас еще довольно много жизни три блин но обидно 19 на 22 3 балла не хватает 6 и были на 3 поставил защиту как раз этих 3 долго он упал и я не пробил печать и да пока на 2 вообще он короче что-то странное творит у нас не пробил давайте рискнем да если атакуем всего лишь на 2 у нас вообще будет все шоколаде я как же идеально нам все короче сложилось все рассчитано было с математической точностью таким вот 5 баллов побеждаем ребята он атакует на все 5 и и все и никаких шансов у него не осталось атакует на все 8 пробьем на этих десяток урти натериев супер удар от крокодила спать бы ему пасть бы не прорисовать немножко было бы хорошо так крутим рулеточку чё нам тут попадет ну как обычно кусок мяса это мы закрываем и давайте сейчас мы еще пойдем посмотрим все таки еще вспомним нашего гибрида на кого же он все таки похожи на давайте в общем то в комментариях напишите смотрели одну и заметил что зубы то у него довольно таки ровно и небольшие может все таки метриаринг ну тут принципе не так важно наверное метриаринг или сарказух это будет как вообще вот ваше предположение по поводу того кто будет все таки вторым гибридом ребятки какое существо будет второе в нашем нашем скрещении это будет скорее всего что-то шипастое так что пишите свои предположения ребята в комментариях я с вами прощаюсь пошел рендерить это видео до скорых встреч